И теперь я не могу простить себя за свою реакцию, за то, что было так зла на них. Вы делали все от вас зависящее, чтобы выжить и защитить себя. Теперь, когда поняли, вы можете найти более позитивный для вас путь. Ну, давайте еще поделимся. Я легко сказал, я люблю тебя. Но когда дело дошло до слов, я принимаю тебя таким, каков ты есть, я не мог даже произнести их слух. Ага, хорошо. Вы увидели, как много в себе не принимаете? Очевидно, так. Это имеет отношение к критике. Но критикуя себя, вы еще больше увязаете. Это держит вас на месте, потому что сегодня вы критикуете себя за то, что критиковали годами. Так? Когда мы поймем, что самокритика не работает, давайте попробуем другую тактику. Давайте одобрять себя такими, как мы есть, прямо здесь и прямо сейчас, для того, чтобы взрастить в себе все самое лучшее. Подумайте о маленьком ребенке. Если вы ругаетесь, кричите, говорите ему, как он безобразен, этот ребенок зажимается. Он будет забитым и тихим, и вы никогда не узнаете, что из него вырастет. Но если начнете любить этого ребенка, хвалить его, говорить, как он замечательный, прямо сейчас, ребенок расцветет. Он раскроет в себе удивительные качества. То же самое и с нами. Скорее всего, вам не нравятся в себе те штампы, которые вы создали для чего-то раньше. Но если будете исходить из любви и принятия себя, то найдете позитивные способы выполнения своих потребностей. Если вы любите себя таким, как есть, то автоматически увидите лучшее в себе. Это не значит, что вы станете лучше. И хотя многие говорят, что хотят стать лучше, это только означает, что вы недостаточно хороши. А именно это чувство «я недостаточно хорош» нам и нужно преодолеть. Мы должны признать, как мы прекрасны. Вспомните, когда вы были маленьким ребенком, то хотели быть любимым и принятым таким, как вы есть. Может быть, вы были испуганы, толстые, не так умны, как ваш брат или сосед, но хотели, чтобы вас все равно любили и принимали, не сравнивая с другими. Это же мы хотим и сейчас. И я гарантирую, что если вы начнете любить и принимать себя таким, как вы есть, многие негативные события исчезнут из вашей жизни. Они вам больше не потребуются. Но если мы самокритичны, нам нужны новые объекты для критики. Итак, будем отрабатывать штамп критики. Правильно? Ну, хорошо. Ну, давайте послушаем еще кого-нибудь. Вот вы, пожалуйста. Я много работаю над собой. И мне кажется, что все сферы моей жизни начинают сильно меняться. Замечательно. Вот что происходит, когда мы работаем над собой. Но появляется много страхов. Дело в том, что, ну, взрослые говорили мне, что чем больше я страдаю, тем больше Бог будет меня любить. Да, да, и чище станете. И в моей семье часто говорили, что многие праведники умирают молодыми. И вам нужно пострадать, чтобы умереть. Да, да, да. А я очень боюсь умереть молодым. Что вы получите, если умрете молодым? Я не знаю, может... Давайте проясним, это очень важно. Если вы будете страдать и умрете молодым, что вы получите? Безопасность. Я буду чувствовать, что Бог меня как-то защищает. И я в рай попаду. Попадете в рай? Ага, так. Хорошо. А может быть, есть какой-нибудь другой способ попасть туда? Надеюсь. Мы должны всегда помнить одну вещь. Многие люди говорят другим негативные вещи, чтобы манипулировать ими. Они взваливают вину на других, так как это самый легкий способ манипуляции. Если кто-то пытается возложить на вас вину, спросите себя, чего они хотят? Зачем они это делают? И вместо того, чтобы соглашаться, да, это я виноват, это ужасно, спросите, чего они хотят? Вы действительно хотите дать им то, что они от вас хотят, или нет? Многие родители поступают так со своими детьми, так как легче всего манипулировать с их чувством вины. В детстве и с ними поступали точно так же. Многие говорят людям негативные вещи, чтобы составить их почувствовать себя ничтожными. Особенно преуспели в этом церкви. Ведь вы не живете в церкви, они получают вас ненадолго. И они стараются навязать вам тяжелые проблемы, чтобы держать вас по виновению. Многие церкви поступают так. Но вы уже не маленький ребенок, которого нужно держать во лжи. Вы взрослый, и это вам выбирает, во что сегодня верить. Конечно, вы можете верить во все, что вам навязывают, но это будет вас ограничивать. Трехлетний ребенок был вынужден принимать все, что ему говорили взрослые. Но вы-то уже выросли. Когда у вас будет время, запишите свои негативные мысли. Посмотрите, в чем вы хотите измениться и кем хотите быть. Каждую негативную мысль вы должны изменить на позитивную. И когда мы смотрим в зеркало, негатив поднимается. Ну, а теперь вы. Угу. Я чувствую себя уязвимым. Моя любовь к себе такая хрупкая. Я не привык любить себя. Это очень похоже на обращение с новорожденным ребенком. Вы берете его на руки и пугаетесь, не зная, что с ним делать. Вы не знаете, как держать руки, куда положить головку. Это очень похоже. Если вы возьмете младенца на руки и уроните, ему, вероятно, придет конец. Но если вы держите его бережно, когда кормите, любите, этот ребенок вырастет и станет чудесным. Все зависит от того, с чего вы начинаете. Давайте начнем с любви. А что вы чувствуете, когда влюбляетесь? Ведь это здорово, когда ваше сердце трепетно бьется. Любовь к себе – это самая невероятная вещь. Другие могут покинуть вас, но вы-то себя никогда не покинете. Так много людей сражается с любовью к себе. Но любить себя – это просто потрясающе. Доктор Барни Сигал говорит, любовь исцеляет. Любовь – это сильный стимулятор иммунной системы. Любовь – это самый большой целитель. Когда мы начинаем любить себя такими, какие мы есть, наша жизнь начинает меняться. Удивительно, но нам становятся не нужны болезни. Человеку нужны болезни, чтобы наказывать себя. А когда мы любим себя такими, какие мы есть, нам не нужны болезни, чтобы наказывать себя. То, что мы видели сегодня, – это барьеры на нашем пути. Помните, что это всего лишь мысли, а мысли можно изменить. Работая с зеркалом, глядя себе в глаза, мы осознаем мысль и понимаем, что ее можно изменить. Итак, сопротивление – это когда внутри вас присутствует гнев. Гнев – это нормальная эмоция. Дети выражают его свободно, и вы знаете, когда они сердятся. Но пять минут спустя их улыбка освещает комнату, так как они живут сейчас, и они выражают себя сейчас. Многие из нас выросли в семьях, где нам не позволяли сердиться. Гнев в семье не воспринимался. Может быть, гневаться мог только один из родителей, а мы проглатывали свой гнев. А проглоченный гнев становится сопротивлением. Сопротивление укореняется в различных частях тела и, в прямом смысле слова, поедает его. Сопротивление превращается в страхи, в опухоли и рак. Рак и опухоли вырастают из сопротивления, которое укоренилось давно, и поедает наше тело. Мы должны осознать, что это именно мы держимся за сопротивление. Никто больше в этом не участвует. Это похоже на то, как будто мы снова и снова прокручиваем в своей голове старое кино. И если мы хотим быть свободными от сопротивления, выйти за его пределы, мы должны подняться над ним. Помните, сопротивление — это только мысль, а мысль можно изменить. Мы думаем много мрачных мыслей. Нам кажется, что это на века. Но это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. Многие люди спрашивают меня, как любить себя, потому что я все время говорю об этом. И я составила список того, что может помочь нам полюбить себя. Во-первых, прекратите всякую критику. Навсегда перестаньте критиковать. Пообещайте себе, что вы очень постараетесь больше никого не критиковать. Сначала себя, а затем и других людей. Вам будет гораздо легче перестать критиковать других, когда вы перестанете критиковать себя. Во-вторых, перестаньте запугивать себя. Как часто вы приводите себя в ужас собственными мыслями? Вы сами вгоняете себя в страх своими собственными мыслями. Никто вокруг вас ничего для этого не делает. Иногда это старое семейное убеждение, иногда что-то другое. Кто из вас боится землетрясений? А как часто вы пугаете себя этим? Мы находим множество способов, чтобы запугать себя. Когда у вас будет время, составьте список своих страхов. Дайте себе возможность изменить каждый страх на позитивную аффирмацию. Помните, вы всегда ответственны за свои мысли. Одна мысль ничего не изменит. Но мысль похожа на капли воды. Вы капаете, и капаете воду на стол. И вначале это незаметно. Но вы продолжаете капать. И стол становится мокрым. На нем появляется лужа. Затем появляется пруд, озеро. А потом вы создаете океан. Со своими мыслями мы можем утолнуть в океане негатива. А можем плыть по океану жизни. Нам выбирать. Мысли, которые мы выбираем, означают, в какой луже мы стоим. Вода добралась до колен, живота или до подбородка, или еще выше. Что мы делаем с собой? Желая изменить свои мысли, мы можем изменить свой опыт. Не важно, что вы стоите в большой луже негативных мыслей. Вы можете выйти из нее и создать целое озеро позитивных мыслей. Вы можете все изменить. Всегда. Итак, вы хотите изменить негативные мысли на позитивные аффирмации? Или позволите им работать на вас? Я изменила свои мысли, а потом старые мысли опять вернулись ко мне. Я так ничего и не выучила. Да, это один из способов увязнуть к негативе. Вы услышали, какую сильную аффирмацию произнесли сейчас? Я ничего не выучила. Я не подумала, что это была аффирмация. Мы забываем только одно. Мы забываем только одно. Каждая мысль и каждое слово – это аффирмация. И очень многие из них негативны. То, что происходит, это нормальный и естественный процесс. Вы движетесь чуть-чуть вперед, потом чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Это часть практики. Я уверена, что нет ни одной техники, которую можно освоить в совершенстве за 20 минут. У вас есть компьютер? Еще нет. Хорошо. У кого уже есть компьютер? Окей. Вы помните, как было трудно работать на компьютере в первый раз? Я называю свой компьютер волшебником. Когда я изучаю его процессы, он творит чудеса. Когда я не хочу учиться, становлюсь упрямо и расстраиваюсь, он говорит «стоп» и ждет меня. Я могу топать ногами, кричать, плакать, делать что угодно, но ничего не поможет. Здесь просто требуется практика. Я думаю, что большая часть практики подобна обучению работы на компьютере. Вам придется изучить законы и порядок операции. Вам придется выучить, как работает жизнь, какие аффирмации произносить. Это похоже на обвод и вывод информации. Мы все учимся тому, что нужно делать. Мы должны перестать наказывать себя. Мы выучиваем что-то новое, но очень быстро возвращаемся к старому. Это подобно проверке себя. Как вы собираетесь относиться к своим ошибкам? Снова скажете «я ничего не выучила»? Или успокоите себя и скажете «все в порядке», давай сделаем это по-новому? Так происходит со многими вещами, которые мы делаем. Мы изучаем что-то и работаем над чем-то. Но как вы узнаете, что проработали материал, если не протестируете себя? Для этого еще раз вызывайте старую ситуацию и смотрите на свою реакцию. Если вы бросаете старый опыт, это лишь значит, что вы не выучили урок еще. И вам нужно еще раз поработать над ним. А если вы действуете по-новому, то сдаете экзамен и можете переходить к новому материалу. Может, я вот езжу на машине по 100 миль в день, и на дороге мне часто попадаются неумелые водители. И я пытаюсь говорить себе «будь спокойна, не волнуйся». Окей, вы ездите 100 миль в день. А что вы делаете, чтобы подготовиться к поездке ментально? Ну, я слушаю кассеты. Нет, я говорю о вождении. Что вы создаете и чем привлекаете такие ситуации? Тоже что-то плохое? Неудивительно, что все водители вам мешают или едут медленно. Я давно решила, что не буду расстаяться и портить себе день из-за плохих водителей. Когда я сажусь в машину, я вкладываю в нее любовь. И я знаю, что меня окружают хорошие, компетентные водители. И именно поэтому вокруг меня мало плохих водителей. Они мешают тем, кто грозит им кулаком. Ваша машина – это продолжение вас. А люди вокруг вас – продолжение вашего окружения. Когда вы садитесь утром в машину, пошлите ей, любовь, и всем, кто окружает вас на дороге. Любую ситуацию в жизни можно рассмотреть так, чтобы она работала на вас. Автомобили и другие приспособления – это продолжение нас самих. Когда что-то не ладится, взгляните на себя. Когда-нибудь я напишу книгу о том, как исцелить свою машину. Потому что части машины и органы тела у человека полностью соответствуют. Если что-то поломалось в машине, посмотрите, что в это время происходило в вашей жизни. А как вы узнаете, что простили себя и других? Только потому, как работает моя жизнь. Когда вы по-настоящему любите себя на 100%, все...